Всем привет! С вами снова Аверсагра. Идем снимать видеообзор на мою новую прическу. Шучу. Сегодня у нас КРН. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, народ, у нас культиватор. Он сделан под еврогабарит. Его транспортная ширина 2,9 метра. Он складывается вверх по весу. Вес умеренный. Он и не сильно легкий, и не сильно тяжелый. И на подвеску как раз самое то. То есть транспортировать его с точки А в точку Б будет очень удобно. Хранить его в хозяйстве места практически не занимает. Мы смотрели экземпляр, который шестирядный. Но можем для вас сделать вплоть до 12 метров. Вот шесть таких секций. Секции производим сами. Если кто смотрел видео про культиватор, который мы для Кернелл сделали, 16-рядный, с разрезными дисками до лота. Там стояли пласкорежущие лапы регулируемые. Здесь оставили, по умолчанию стоят классические стрельчатые лапы фирмы Белота. Рабочие органы фирмы Белота. Также секция сделана таким образом. Стоит над высокой рамой. Вот посмотрите. Вот мне по пояс я почти метр семьдесят пять. Вот высота такой рамы позволит вам работать по всходам до 70 сантиметров. Обрабатывать почву. Ширина междуряди регулируется очень просто. Открутили две гайки тут, две внизу. Отрегулировали, закрутили, затянули. Все, стоит, работает. Вот здесь стоит пружина на растяжение, как многие знают. Она отвечает за то, чтобы под нагрузкой секция не поднималась вверх. Копировался полностью рельеф почвы. Также секции для удобства можно поднимать. Вот для этого есть палец специальный. Подняли, закрепили, готово. Кто не видел видео про культиватор для кернела 16-рядный, показывал, по какому принципу осуществляется регулировка вот этого опорного колеса, который на секции. Выдергиваем щеку, вытягиваем палец, вращаем. Процесс занимает, в принципе, времени немного. Здесь можно считать по зубьям. Сделали также шкалу для вас. Потом отрегулировали, вставили палец. Поставили щеку на место. Также секция. Секция. Здесь 5 рабочих стоек. Раз, два, три, четыре, пять. Сделали возможность регулировки. Может кто-то считает, что нужно что-то передвинуть, сдвинуть, расстояние уменьшить, увеличить. Пожалуйста, предусмотрели. Для вас все удобно. Шайбы, гайки открутили, переставили, закрутили. Занимает очень мало времени. Также этот агрегат снарядили вот такими вот защитными щитками, которые, это как доп. опция. Культиваторы с доп. опциями тоже попадают наши под госкомпенсацию. Смотрите, щитки. Это не только для того, чтобы предохранить от несчастного случая, предохраниться от несчастного случая при транспортировке. Они довольно-таки, ну, не то что сильно там тяжелые, но такие. Вот толщина, несколько миллиметров, миллиметра три, наверное. Ну, а также защищают ваши растения, чтобы их не закидывало. Вот. Гидравлику сюда ставим по классике. Наши отечественные гидроцилиндры и австрийские гидрошланги. Подвеска выполнена трехточкой. Также опорные колеса на саму раму сделали также возможность регулировки. Регулируется достаточно просто навеской, чуть приподняли, палец ставили. Также, народ, хочется сказать вам большое спасибо, что поддерживаете нас. Мы развиваемся благодаря вам. У нас есть уже прошлогоднее видео на канале в работе культиватора нашего просопного. Там мы испытываем как плоскорежущие, так и стрельчатые лапы. Переходите обязательно, смотрите это видео. Также обязательно подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. У нас на канале проходит розыгрыш, осталось в принципе немного. Уже большая часть пути пройдена. Скоро будет видео обзор по какому измельчителю. Еще много очень интересных видосов. Также кину спойлер. То, что вы давно просили, скоро у нас будет уже в цеху на производстве. Всем пока, больших вам урожаев. Пускай влага никуда не девается. Сорняк не растет. А растут только хорошие культуры с большим приростом урожайности. Всем пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова